Весь школьный возраст мы можем, соответственно, захватить. И инструкция заключается в следующем. Мы просим ребенка нарисовать каждого члена семьи, который что-нибудь делает. Я вам сначала покажу некоторые варианты детских рисунков, а потом уже мы с вами будем разбирать ее подробно. Есть такой вариант. Здесь есть мама, папа, девочка. Они летят. Они куда-то летят. Красиво летят. Это ребенок, это его папа, это его мама. Самое интересное, что это не существующий персонаж. У них нет другого ребенка. Нет, не ребенок очень хочет. Скорее всего. Но там неизвестная история, но, скорее всего, в семье есть потерянный ребенок. Потому что, как говорит Шунценбергер, нет таких тайных семейных, о которых не знают дети и собаки. Поэтому, возможно, это был такой вариант. Здесь папа, здесь мама, здесь брат, здесь сад. Обстановка какая-нибудь в комнате? Ну да, мама сидит за компьютером. Ребенок сидит на стуле, смесив ноги. Мама около стола. Вот. Не украл. Вот. Соответственно, как появилась методика генетических рисунок семьи? Когда дети рисовали фигурки людей, вскоре у психологов возникла идея, что нарисовать человека, который не просто стоит статично, а что-то делает, будет гораздо более информативной с точки зрения взаимодействия. Вот. И, соответственно, первая история, она появилась в 1926 году. была такая женщина Флороза Кудинаф, которая публиковала книгу «Измерение интеллекта с помощью рисунков». Когда ребенка просили нарисовать человека, они по определенным коэффициентам подсчитывали его интеллектуальный уровень, потому сколько он использовал деталей, включил ли он глаза, нос, рот, руки, ноги и так далее. И с этим пор началось изучение и развитие этой методики. Вот. И в конечном счете возникла идея действительно просить ребенка изображать не только человека, но и всю семью, чтобы получить его видение семьи, то, как он воспринимает остальных членов семьи. Вот. Ну и, соответственно, через то, что делают члены семьи, выявить основную характеристику взаимодействия, то, каким образом в семье происходит коммуникация. Потому что для маленького ребенка коммуникация – это, в первую очередь, действие. Поэтому, когда он изображает какое-то действие, можно сказать о том, что происходит в плане коммуникации. Вот. Еще раз, да, процедура. Это индивидуальная методика. Она не проводится в группе. Мы просим ребенка сесть на маленький стул, за маленький стул. Да, то есть, если вы работаете с детьми, очень важно, чтобы там по размеру все ребенку подходило. Дается ему лист бумаги, кладется карандаш сверху. И мы говорим ему, нарисуй на картинке всех членов семьи, включая тебя, делающим что-нибудь. Постарайся рисовать целых людей, не мультяшек, не людей, состоящих из палочек. И помни, что тебе нужно изобразить каждого, делающим что-либо, какое-либо действие. После этого, по-хорошему, вам нужно выйти из комнаты. Но если вы опасаетесь за сохранность своего психологического кабинета, вы можете остаться, но отстраниться, при этом не приставать к ребенку, пока он не рисует. Если ребенок говорит, я не могу, мы его подбодряем и все-таки стараемся добиться, чтобы он это сделал. И на самом деле, вот эта методика, чем она еще отличается от нарисуй человека? Когда человек рисует просто проективный рисунок человека, его рисунки достаточно похожи. То есть он в течение большого количества времени, если его несколько раз просить, он будет изображать, в принципе, похожие между собой фигуры. Кинетический рисунок семьи, он более динамичен. То есть если меняется взаимодействие с семьей, это сразу в рисунке отражается. Соответственно, на что мы обращаем внимание? Самая первая характеристика этого рисунка – это стиль. Первый вариант стиля – это отделение. Ребенок изолирует себя и свои чувства от остальных членов семьи. Он прочерчивает очень четкие границы. Он вам может сообщить, что это разные комнаты. Это очень интересная семья, где каждый сидит в отдельной комнате. Плюс еще иногда появляется черта внизу, которая характерна для детей из неустойчивых семей. Когда в семье, например, отношения складываются таким образом, что папа или мама то приходят, то уходят. Семья все время. То есть они вроде и не в разводе, вроде и вместе не живут. Ребенок чувствует вот эту неустойчивость семейна. И он может пытаться стабилизировать немножечко вот эту структуру, добавив туда внизу какое-то укрепление. Второй компонент стиля – это действия. Что, собственно, делают члены семьи. Опять же, есть определенные моменты, связанные с личной генской метафорой. Есть определенные, наиболее часто встречающиеся действия. Мама готовит. Это про мать, которая удовлетворяет потребности детей, потому что через еду ребенок получает любовь, тепло, заботу, насыщение. Это происходит с первых дней его жизни. Поэтому, когда мама готовит, в принципе, мы можем говорить о том, что мать в этой семье является эмоционально отвлекающейся. Она дает ребенку то, чего ему нужно, она о нем заботится и так далее. Вот, кстати, на этом рисунке мама в магазине. В ее собственном магазине тут нарисована одежда, так эпилептойно очень все это проставлено. И папа на работе. То есть ребенок, причем у папы на работе есть холодильник. То есть папа сидит на работе и там же и питается. Второй вариант того, что может делать мама, мама может убираться. Очень часто это история про маму, для которой частота в доме важнее людей там находящихся. И поэтому мама сильно дисциплинирует, мама очень сильно дрессирует. Мама может быть несколько комплексивной. То есть у нее есть навязчивости по поводу того, что все полотенца должны лежать в стопочке 30 на 40 сантиметров. Все чашки повернуты цветочком влево. Но, соответственно, вы понимаете, что в этом случае ребенок получает какую-то любовь, в основном, если он ведет себя хорошо. То есть вот если он выполняет там эти все требования, то тогда с ним мама в контакте. Если он как-то плохо себя ведет, то его там не особо любят. Спасибо.